приветствую вас мои дорогие на моем канале вяжем на позитиве смотрите что мы сегодня с вами будем вязать сегодня я вам хочу показать вот такой интересный рисуночек опять рисуночек вот такой интересный узор этот узор называется шишечка я вам уже показывала узоры шишечки да вообще узоров шишечек очень много но вот этот узор он интересен тем что это шишечка вот эта шишечка она вяжется 1 она вяжется 1 и ее можно связать в любом рисунке в любом узоре мне извините что я всегда говорю рисунок во мне наверное проснулся просыпается художник вот этот вот эту шишечку вот так вот она выглядит ее можно вставить вот плюс этого узора в том что ее можно вставить в любой узор скомбинировать как хотите и она всегда будет смотреться интересно вот я вам сейчас покажу вот я весь скомбинировал сделать треугольничек вот она выглядит вот таким образом она вяжется из одной петли рисунок она не портит подбирать специально какой-то рисунок под него не надо поэтому встроить в рисунок узор поэтому в любой узор можно встроить вот эту шишечку она вяжется отдельно вот смотрите какие интересные модельки можно связать этим узором вот например очень оригинальная пальтишка видите вот эта шишечка встроена вот таким образом связана из белых ниточек видите они как висят как грозди винограда вот здесь например в этой модельки видите встроена тоже как грозди винограда но видимо это модно было в свое время смотрите как а какая какая оригинальная кофточка вот это здесь они вот как у меня в шахматном порядке сочетаются с интересными розочками а вот в этой модельки идет отделочка видите отделочка сверху вот этими шишечками и вот здесь строена тоже ну очень вы знаете здесь нет предела совершенства нет предела этим шишечка мне она очень нравится здесь видите тоже встроена просто вот в рисуночек встраивается и получается оригиналь вот это мне очень нравится кофточка смотрите какая прелесть ну скажите не прелесть здесь какая оригинальная вещь это фольклорный декор очень интересно мне кажется вообще красота неописуемо вот что делает одна простая шишечка вот пожалуйста я вам могу показать как это смотрится в детских вещах обыкновенная детская жилеточка и смотрите как оригинально в рядочек встроена вот эти вот встроена вот эта шишечка ну что неужели не красиво красиво конечно давайте я вам покажу рисунок очень простой ну вот знаете я не знаю вот так вот он смотрится с обратной стороны вот так он смотрится в оригинале видите шишечка она идет сама по себе она как висит как гроздочка винограда если на самом деле сделать виноградик а здесь она никак не портит здесь нет ничего видите ну давайте начнем значит петли набираете столько сколько вы хотите здесь количество петель вокруг этой шишечки не имеет никакого значения смотря в какой рисунок вы хотите эту шишечку вставить она видите идет на изнаночной стороне на изнаночных петлях не на лицевой стороне а вот именно где есть изнаночные петли поэтому набирайте нужное количество вам петель сколько вам надо и начинаем вязать вязать можно с любой петли поэтому я вам буду показывать любой петли идет всего лишь в узоре одна петля она одна начинается и 1 заканчивается начинаем вязать значит в одну любую петлю вашего узора провязываем 5 петель таким образом лицевая накид лицевая накид лицевая вот мы с вами провязали 5 петель в одну раз два три 4 5 лицевая накид лицевая переворачиваем на другую сторону узор провязываем изнаночными петлями провязываем изнаночными петлями 1 2 3 4 5 переворачиваем узор теперь мы провязываем второй ряд и здесь у нас будут лицевые петли это перевела ниточку лицевые 1 2 3 4 5 переворачиваем вот таких рядов у нас должно быть 3 и на четвертом ряду мы с вами будем висать уже рисунок здесь у нас изнаночная 1 1 1 2 3 4 5 на изнаночной стороне мы провязываем изнаночные петли на лицевом мы провязали лицевые переворачиваем мы должны после того как набрали вот эти пять петель чик мы должны провязать 3 ряда остановиться на лицевых петлях вот мы провязали 3 ряда остановились на лицевых петельках вот у нас уже получилась наша шишечка теперь что мы делаем теперь мы провязываем две петли нам же нужно по нас одна петля получилась две петли вместе лицевой две петли вместе лицевой одну петелечку оставшуюся мы провязываем лицевой петлей и через эти две петли лицевых этой шишечки мы ее вот так протягиваем протянули и у нас осталась одна петля вот мы начинали с одной петли провязали мы три ряда протянули через две петли одну лицевой у нас получилась вот такая оригинальная шишечка видите сложного ничего нет дальше мы вяжем рис по рисунку такому как он немножечко затянули и вяжем рисунок такой какой вам какой у вас задуман давайте еще и вам покажу дальше вяжем вот у нас лицевая петля через в смысле не лицевая петля одна петля через эту петлю мы делаем 5 петелечек провязываем 5 петелечек таким образом лицевая накид лицевая накид лицевая и у нас получилось 5 петель переворачиваем это у нас изнаночная сторона на изнаночной стороне мы провязываем изнаночными петельками эти 5 петель 1 2 3 4 5 таким образом мы должны провязать 3 ряда здесь у нас лицевая сторона провязали лицевыми 5 петель 1 2 3 4 5 это мы с вами провязали 2 ряда переворачиваем теперь у нас идет изнаночные петельки это у нас третий ряд 1 2 3 4 5 вот мы с вами провязали 3 ряда теперь мы с вами должны эту шишечку вывязывать вот таким образом две петли лицевые наши 5 петель 2 петли лицевые вместе мы провязываем лицевой петлей вторые две петли мы также провязываем лицевой петлей последнюю одну петлю мы провязываем лицевой петлей и через эти две лицевые петельки мы ее вот так вот протянули и у нас получилась одна петля вот наш рисунок готов получается из одной петли мы вывязали 5 провязали 3 ряда закрыли в одной закрепили провязали в одну и у нас получилась вот такая оригинальная шишечка давайте еще разок лишний раз повторить еще раз я вам говорю вязать ее можно в любом рисунке в любом направлении и исходит она всего лишь из одной петли выглядит она вот так вы можете грузии сделать винограда вы можете сделать сформировать красивый цветочек сделать оригинально вы можете какую-нибудь любую рисуночек можно сделать любой узор были вывязать вот этими шишечками я вам уже показала на рисунках на моделях как это можно сделать так давайте еще разок последний раз я вам покажу вот одна петля все это вяжется на изнаночной стороне полотна смысле на изнаночных петлях из одной петли мы вывязываем 5 лицевая накид лицевая накид лицевая вот мы провязали 5 петель перевернули рисунок узор на изнаночную сторону теперь мы провязываем эти 5 петель изнаночными петельками 1 2 3 4 5 это у нас получается один ряд перевернули на другую сторону сейчас будем вязать второй ряд этот ряд мы вяжем лицевыми петельками один 2 3 4 5 перевернули это у нас будет третий ряд здесь мы вяжем изнаночными петельками 1 2 3 4 5 теперь у нас идет закрепление вот этого узора этой шишечки у нас было 5 петель теперь нам нужно из этих пяти петель 9 вязать одну две лицевые петельки мы провязываем вместе лицевой лицевой 1 2 петли петельки мы провязываем лицевой петлю вторую одна петля у нас остается моделью провязываем лицевой петлей и через эти две петельки мы ее просто вот так провязали про как продернули не получилось час минутку но бывает всякое вязание вот таким образом мы ее протянули через две петли вот у нас что получилось и закрепили вяжем дальше рисунок такой какой вы продумали вот у нас получились вот такие интересные шишечки они видите висят сами по себе здесь немножечко получается как дырочка но с этой стороны рисунок смотрится видите дырочка внутри рисунок не нарушается он не получается дыристый теперь значит с другой стороны это у нас получается изнаночная сторона мы просто провязываем по рисунку по рисунку у нас идут лицевые петельки там где у нас идет изнаночная петля мы ее тоже провязываем лицевой и стараемся чтобы у нас вот эти петельки были все ну как одинаково одинаково расстояние между ними чтобы не образовалась дырочка поэтому если что можно немножко затянуть в этом месте не расслабленно вязать вот она изнаночная вот она изнаночная петля мы ее вот просто провязываем лицевой петлей по рисунку чтобы наш рисуночек не портился вот таким образом мы с вами провязали вот такие интересные шишечки она это шишечка она одна она рисунок узор один когда шишечки вот у меня есть узор шишечки так их много в ряду есть еще интересно их очень много всяких образцов в следующий раз я вам покажу еще интересный узор шишечек тоже вяжется не одна шишечка несколько и получается немножечко другой рисунок не тот которого я показывал вас в моем предыдущем видео тоже оригинальные но это же вяжется очень просто вот что у нас получилось смотрите вот мы закрепили эти эту шишечку и смотрите какая интересная вещь у нас получается вот видите здесь уже какой-то рисуночек получился ну что красиво красиво оригинально оригинально что сказать еще все очень просто все легко смотрите еще раз какие интересные вещи вот это детский рисуночек видите здесь он как будто вишенка вишенка с листиками тоже интересно смотрится ведь это детский рисуночек вот это взрослая романтика смотрите как красиво вот эти вот кофточки смотрятся фольклорные но обалденно ну что сказать ну красиво слов нет здесь смотрите какая красота неописуемая ничего сложного нет просто лицевые изнаночные петли осмотрится как красиво здесь смотрите какой фольклорный модный ультрамодный дизайн в стиле кантри смотрите какая прелесть здесь просто девочка идет просто девочка идет вот этими шишечками осмотрится обалденно красиво если вам понравились эти узоры я могу вам показать как их вязать их вязать несложно в принципе не не полностью вещь но полностью вещь могу показать как схемки делаются отдельно вот эти вот узоры я вам могу показать а вот здесь смотрите какая красота а вот это вот оригинальное пальто в стиле кантри но это же опять все модно стиль кантри он всегда был моден но смотрите какая красота я связала вас красных ниток это связано с белых ниток вот эта шишечка она на любых нитках смотрится обалденно красиво она любых потому что ну что может спортить эту шишечку ничего подписывайтесь на мой канал ставьте мне лайки пишите комментарии я буду очень рада что вам понравился мой оригинальный узор смотрите какую шишечка у шишечка и шишечка на что еще и шапочки можно связать и детские взрослые если например вы свяжете крупными ниточками то вообще будут эти шишечки смотреться как натуральные шишки посмотрите как хорошо ничего не портит она просто висит сама по себе как гроздочка вот именно как шишечка и вот вам пожалуйста изнаночная сторона но абсолютно обалденно ничего не портящие я рада что вы меня смотрели я вас всех люблю до новой встречи пока пока